я рада приветствовать всех на моем канале меня зовут татьяна тема сегодняшнего ролика это текстурная медь я нашла у себя медные трубки после ремонта сантехники внутренний диаметр таких трубок 5 миллиметров на краях этих трубок были шайбы которые тоже пошли в дело можно использовать медь от старых холодильников кондиционеров или купить медные пластины на алиэкспресс ссылки будут в описании под видео сначала медь нужно обжечь затем охладить опустив ее в миску с холодной водой сделаем текстуру на шайбе заостренным концом молотка после этого перевернем заготовку наизнанку и выровняем ее плоской стороной молотка затем надо хорошо зачистить заготовку с помощью напильника надфиля или наждачной бумаги теперь можно сделать серьги соединив деталь с коннектором который мы изготавливали раньше смотрите подсказку с помощью маркера намечаем места для отверстий пробойником пробиваем отверстия с двух сторон покрываем медь бесцветным лаком для ногтей и Продолжение следует... Отбиваем на наковальне трубку, затем с помощью фигурной гайки делаем текстуру. Переворачиваем заготовку и маркером делаем разметку для звеньев браслета по полтора сантиметра. Стамеской прорываем нить в местах разметки. С помощью плоскогубцев разламываем нить на сегменты. С помощью пробойника делаем отверстие и зачищаем. Можно зачищать с помощью наждачных дисков, которые прилепляются к насадке на дрель. Затем делаем чернение меди серной мазью. Как делать чернение смотрите подсказку. В зависимости от того, чем мы отбиваем медь, текстура может быть различной. Перед вами несколько образцов. Я собрала этот браслет из звеньев, текстурной меди и из коннекторов, которые мы изготавливали раньше. Смотрите подсказку. Теперь из звеньев и коннекторов с помощью колечек можно собирать украшения трансформера. Продолжение следует... Медь была известна и обрабатываема очень рано. Она имела различные применения в скинии и храме. Умывальник между скинией и жертвенником был весь медный. И сказал Господь Моисею, говоря, Сделай умывальник медный для омовения и подножия его медные, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания для жертвоприношения Господа. Делал же все, что повелел Господь Моисею, веселею сын Урии с колена Иудина. Царь Давид сделал большие запасы меди для построения храма. Множество меди без весу. Также два столба в храме Соломоново были сделаны из этого металла. До нас также дошло имя второго искусственного мастера. И послал царь Соломон и взял из тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его тирянин был медником. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он два медных столба, каждый 18 локтей вышиною. И с нурок 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И два венца, вылитые из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбок. Также медное море было вылито из меди. И сделал море литое. И льты подножия волок стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом два ряда волок, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах. Три клядели к северу, и три клядели к западу, и три клядели к югу, и три клядели к востоку. И море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь. И края его сделаны, как края чаши. Походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов воды. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok